Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня мы с вами будем кушать чечевичный суп. Особо просмотров, если честно, не набирают подобные видео, но мне захотелось такого разнообразия. Все равно я собиралась это кушать, решила заснять для вас и мукбанг. Почему нет? Здесь у нас маринованные огурчики, маленькие. Здесь маринованные шампиньоны маминого производства, намного вкуснее, чем покупные и получаются намного дешевле. Поэтому рецепт будет внизу. Обязательно готовьте, уверена, что вам понравится, тем более очень бюджетно и просто. Здесь, значит, у нас йогурт Тониссимо с вот такими вот зелеными штучками. Он вроде как слайма. Никогда не пробовала, это новинка. Будем пробовать вместе. И здесь такой хиленький лимон, так скажем. Так. У меня почему-то котенок больше предпочитает домашнюю еду, нежели покупной корм. Прям кайфует она. Он точнее. Все, наверное, удивятся, но я очень часто просто кушаю мерчи или чечевичный суп по-русски без хлеба. Очень часто. Редко ем хлеб. Не очень люблю на самом деле. Но здесь он как будто не хватает. Поэтому я сейчас сгоняю за ним. У нас около дома открылся небольшой Браво. Мы сегодня впервые сходили. Купили много чего. Бюджетненько. Я люблю экономить. Я никогда не покупаю все в одном супермаркете. Я присматриваю, смотрю, что здесь дешево. Что действительно выгодно здесь купить. И после этого совершаю покупки. Какие-то продукты у них бывают на скидках, а что-то бывает очень дорого. В инстаграме вы видели, да, елки. По мне дороговато. Там елка, наверное, полтора метра. Стоила 70 монат. И чуть меньше 50. Это 2-3 тысячи. По мне дороговато. Я бы не сказала, что елки прям такие вау. То есть прям обалденное качество. Нет. Но вы в инстаграме уже видели все. Я вам снимала история. Уже несколько лет у нас на Новый год нет елки. Мы особо как-то не украшаем квартиру. Я решила в этом году все это исправить. Обязательно куплю елку. Сниму до вас видео. Под елкой подарки всем. Ну, кому всем? Маме и бабушке. Одна девушка под моим видео пишет. Ой, говорит, выдумщица, что у нее есть парень. Сама говорит, что месяц уже как с мамой не выбирались на улицу. Хотелось бы ответить. Возможно, вы не подписаны на мой инстаграм. Вы не в курсе всех событий, что происходит в моей жизни. Что, например, мой парень в армии. Мне кажется, это ненормально, если человек придумывает, что у него есть парень. Люди иногда такие глупости пишут. Ей-богу. Иногда бывает, это обижает, а иногда нет. Вот в случае, когда взрослая женщина написала о том, что ой, ты выдумал, что у тебя есть парень. Это меня никак не обидело. Иногда бывают комментарии, не оскорбления, но они заставляют тебя задуматься. Вот что-то такое тебе пишут, о котором ты и так, и так вот задумывалась. И причем, когда грамотно пишут, я не пропускаю мимо ушей. Многое я читаю, делаю выводы, над чем-то думаю. Некоторые пишут, что у меня маленький словарный запас. Да, возможно, просто я владею несколькими языками и постоянно их использую. Возможно, из-за этого я иногда бывает, например, знаю слово на азербайджанском, но я не могу вспомнить, как это по-русски. И сразу бух, мой мозг делает эррор. 404 ошибка. Я считаю, что нет ничего плохого в том, что я вам все рассказываю. Мне пишут комментарии, после которых я реально задумываюсь. надо быть чуть жёстче, чуть вот говорить своё слово. У меня живот жёстчит. Целый день ем. Всё равно такой кайф ловлю от того, что я кушаю. Любая еда, она вкусна по-своему. чечевичный суп мамином приготовления это просто бомба. Поставила опросник в инстаграм. И вот рандомно буду брать любой вопрос и отвечать. В детстве вела анкету для подружек. Да, действительно, такое было. и это было вообще для меня просто рай самовыражения. Я всегда была творческим человеком. Мне очень нравилось вот эти все разноцветные ручки, оформлять это всё красиво, рисовать что-то. Брови я себе нарисовать нормально не могу. А вот медвежонков, каких-то мультяшек, вот это вообще. И там всегда был заветный вопрос, кого ты любишь. Вот жалко. Мы когда переезжали, мама эти анкеты просто выбросила, потому что она всегда считала, что это просто хлам. Она никогда не поддерживала это увлечение анкетами, то, что я люблю рисовать. она считала, что это отвлекает меня от главного, от учёбы. Но я бы, например, так не поступила на месте моей мамы. То есть, по большому счёту, я из дома не выходила. У меня, по большому счёту, друзей тоже не было. Если я самовыражаюсь и как-то отдыхаю при помощи этих анкет, почему нет? Если я рисую и как-то погружаюсь во что-то интересное для меня, почему нет? Вот, может быть, среди моих подписчиков есть такие же, чем пойти в какой-то клуб с подружками, в какой-то ресторан. Я просто могла смотреть ютубчик часами, лежать на кровати. Для меня это было прекрасное времяпровождение. Не знаю, почему, когда я была в обществе, всегда находились люди, которые могли как-то угоднуть надо мной. Это было не всегда причём. В одно время я могла за себя очень хорошо постоять, но последние годы в школе именно. Постоянно были вот такие проблемы. Кто-то там мог надо мной посмеяться, другой поддержать, и все дружно угорали надо мной. Мне, естественно, это не нравилось, я пыталась как-то отстраниться от всех. Грибы просто бомба, ребят. Это лучшее, что я ела. Одно из лучших, что я ела. Просто очень вкусно. Даже, знаете, можно просто с хлебушком вот так вот взять и поесть. вот так вот на хлеб. В общем, я очень долго обижалась на маму, что она выбросила мои анкеты. Сейчас, мне кажется, вам было бы очень интересно посмотреть, как я рассуждала. Там был личный дневник, но потом я поняла, что все вокруг читают мой личный дневник. Я решила, что так дальше не пойдет. Я буду рисовать. То есть, например, у меня какие-то переживания. Господи, такая хрюшка. И я это не писала, я просто рисовала какой-то рисунок, который означал мое настроение. Просто гляньте. Как же это вкусно. Обожаю этот йогурт. Как хорошо быть взрослым. Получил зарплату, пошел себе купил вкуснятин, сел, нажрался, сделал себе ящик со сладостями. А в детстве ждали, пока кто-то купит, принесет. Захожу иногда в супермаркеты. Дети прям наезжают на своих родителей, что купи, купи, начинают плакать, не знаю, драться с детьми, с родителями. В наше время просто один косой взгляд мамы или папы нам было достаточно. вот эти шарики, они сладкие. Такой контраст образуется. Вообще, например, на видео я не делаю вот так. Потому что я не хочу показаться дикой. Но на самом деле в жизни я так делаю. Я делаю даже вот так. Мне всегда очень жалко выбрасывать продукты. вот я никогда не выбрасываю продукты. Я специально так рассчитываю, чтобы ничего не испортилось. Я считаю, что это большой грех покупать что-то. Ой, не понадобилось, выбросил. Реально от этого мукбанка я кайфанула и в то же время я, если честно, не наелась. Но на вечер нажраться не надо. Чечевичного супа буквально немножко налила котенку, сразу начал есть. Хотя сухой корм, рагу там лежит его, этот с ягненком тоже не ест. Хочется домашнюю еду. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. Всем пока.